Добрый день, друзья, не добрый день во мне, другим. Ксения Анатольевна Собчак подают на НТВ в суд. Вчера и позавчера вышло два фильма, как бы разных, но про одно и то же, о Ксении Собчак. Я должен сказать, что при всем моем скептическом отношении к Ксении Анатольевичу, я считаю, что она алчная, фальшивая и в целом бездарная. Но фильмы-то еще хуже, то есть сделаны с профессиональной точки зрения, ну, неаккуратно, как мне кажется. Короче, она подает в суд, я оставлю отрывок из одного из этих фильмов. И небольшой фрагмент интервью с сенатором Нарусовой, матерью Ксении Анатольевичу Собчак. Ну и чтобы два раза не вставать, из-за интервью ее мужа отрывок. Я записывал это несколько лет назад, эту беседу. Константин Богомол в одном из этих фильмов упомянут как государственный чиновник, имя его не названо. Многие уверены, что Собчак готова на все ради денег. Человек, для которого нет ничего святого. Детей она называет гаденышами, а на собственной свадьбе разъезжает в катафалке с кровавой надписью. Судя по всему, нет для нее и такого понятия, как родина. Да, после начала СВО она предательски не сбежала вслед за своими друзьями, но это говорит лишь о том, что Собчак вовремя поняла, что таких возможностей, как в России, у нее больше нигде не будет. В первую очередь, конечно, она позорит имя своего отца, который в конце 90-х вложил многое для того, чтобы нынешняя вообще Россия создавалась, существовала и развивалась. И то, что она вытворяет, выступая против власти, дискретируя власть, поддерживая иностранных агентов, снимая иностранных агентов, выступая против ряд законов, к примеру, там, закон о признании ЛГБТ-экстремистской, там, сейчас выступают за отъем имущества иностранных агентов, она также выступает против. ...веревки, вот такого сильного, такого жесткого Собчака дома, с ней он был совершенно другим. А я старалась компенсировать, я была более строгой, а он мне всегда говорил, не ломай ее, она уже сложившаяся самостоятельная личность, она будет жить по своим правилам, не ломай ее. Я ее пыталась ломать, из-за этого мы с ней скандалили, но в итоге я поняла, что я была неправа и готова публично каяться в этом. Пацаны не извиняются. ...вы следите за тем, что пишут в социальных сетях, в том числе о вас? Ну, сейчас, в последние годы, в социальных сетях минимально слежу, минимально, только если просто попадается в ленте. Так специально не бегаю и не выискиваю в социальных сетях про себя. То, что ваше назначение пролоббировала Ксения Анатольевна Собчак, это является для вас обидным или настолько ничтожным, что вы игнорируете такого рода? Да хоть папа римский, какая разница, что пишет. Вопросом, можно человека спровоцировать? Точно можно. Можно ли его обидеть или унизить вопросом? Это может быть бестактным. А такт, а такт, это одна из основных и важнейших, одно из основных важнейших человеческих качеств. Субтитры создавал DimaTorzok